Сегодня вся страна отмечает день первого президента. Этот праздник инициирован 9 лет назад. 10 декабря 2011 года Сенатом Казахстана был принят документ о внесении изменений в закон о праздниках Республики Казахстан. Дата 1 декабря выбрана неспроста. Именно в первый день зимы 1991 года Сенатом Казахстан был принят президентом Казахской ССР. Тогда народ Казахстана все в целом его поддержал. Сенатом Казахстан набрал более 98% голосов избирателя. 10 декабря 1991 года Алматы состоялась его инаугурация. Казахстан Казахстан был принят в президенте. Он был принят в президенте. Нурсултан Назарбаев стал 51 год. В дальнейшем его избирали главу государства еще 4 раза. В 1991, 2005, 2011 и 2015. Десятки лет президентства Нурсултана Назарбаева ассоциируется с целой чередой важных исторических событий. Одним из значимых ряд экспертов называют перенос столицы из Алматы в Ак-Мулу. Позднее этот город переименовали в Астану. А в прошлом году столица стала носить имя первого президента Казахстана Нурсултан. Он очень решительный и мужественный человек. Если он что-то задумает, он обязательно отсутствует в этом деле. В 1994 год он перед парламентом попросил, чтобы перенос столицы с Алматы на Ак-Мулу. Это в то время никто не мог даже подумать, что когда-то Астана будет переезжать. Через три года, в 1997 году мы переехали в Астану. Понимаете? Это настолько надо было иметь мужество такое, храбрости и расчет точный о переносе. Я же видел, у нас какая Астана. Идея Нурсултана Назарбаева о переносе столицы страны в центр Сарарки – это лишь часть исторических решений, принятых первым президентом в стране. Малыш Квала обсудили вызвать не уход Нурсултана Назарбаева с высшего поста. Это действие ряд политиков и экспертов назвали грамотным решением мудрого политика. Постановляю в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан. Прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан. Несмотря на сложение полномочий, Нурсултан Назарбаев остается активной политической фигурой в Республике и за ее пределами. Ельбасы систематически следит за всеми изменениями, происходящими в стране и в мире. Сегодня курс мудрой политики Нурсултана Назарбаева продолжает второй президент Казахстана Касымжумар Тукаев. Их тандемная работа дает новый импульс развитию страны. Ануар Роман Гильдинов, Габид Кабдрахман, телеканал ЖИЦУ. Роль первого президента в становлении и развитии независимого Казахстана, как и в деле укрепления единства народа нашей страны, просто огромна. Идея создания ассамблеи народа Казахстана также принадлежит Ельбасы. Недаром казахстанский образец общественного согласия и общенационального единства получил международное признание как модель Нурсултана Назарбаева. День первого президента – важный праздник для всей страны. Особое же значение он имеет для тех, кому повезло лично встретиться с Ельбасы. Одна из таких людей – почетный гражданин и председатель Совета матерей Кирбулакского района Галия Акбасова. Педагог со стажем и многодетная мать дважды встречалась с Нурсултаном Назарбаевым. Впервые увидеть Ельбасы ей удалось в 2001 году. Тогда она принимала участие в съезде учителей Казахстана. Вторая встреча состоялась через 18 лет, на 18-м съезде партии Нуратан. Каждый раз после встречи с первым президентом в моей жизни происходили положительные изменения. После съезда учителей начался карьерный рост. Из рядового учителя доросла до директора, а затем была руководителем отдела образования Кирбулакского района. Во время второй встречи с Нурсултаном Назарбаевым нам удалось поговорить. Выходя после съезда партии, он остановился возле меня, взял за руку и отметив, что я многодетная мать, пожелал счастья мне и моим детям. Эти слова я восприняла как благословение. Для молодежи встреча с первым президентом всегда является судьбоносной. О таком важном событии признаются молодые люди. Помнишь всю жизнь. На родине у президента было открытие музея, и там удалось выступить перед первым президентом. Но чувства это непередаваемые, во-первых, потому что сердце так билось, я думал, просто оно выпрыгнет. И я думаю, вот так, о которой говорили столько людей про его энергетику, она действительно существует, это действительно правда, это на самом деле так, потому что она передается тебе. Я думаю, мы показывали много десятки примеров, перед кем, когда ребята выступали перед первым президентом, и в перспективе через энное количество десятков лет эти ребята действительно добивались успеха, во что я тоже верю про себя. Я думаю, что у нас тоже впереди. Первый президент Республики Казахстан внес огромный вклад в становлении и развитии нашего суверенного государства. Благодаря его мудрой дипломатии, мы признаны стороной, ведущей последовательную внутреннюю политику, направленную на укрепление толерантности и согласия всех этносов. Так, по решению Нурсултана Назарбаева, ровно 25 лет назад был создан уникальный институт дружбы, Ассамблея народа Казахстана. Это был момент очень ответственный, очень тревожный момент был после развала СССР. И вот тогда самое главное было сохранить хрупкий мир и согласие в нашем обществе. И вот, прекрасно понимая это, Нурсултан Абишевич принимает вот такое мудрое решение создать, ну тогда еще, Ассамблея народов, Казахстана она называлась, именно чтобы представители всех этносов почувствовали уверенность, вот что они нужны государству, что о них заботиться, это был очень важный момент. Я считаю, что Ассамблея все эти годы сыграла неоценимую роль в сохранении, укреплении мира, стабильности и межнационального согласия. Первый президент принял немало важных решений для страны. Указ закрыть Семипалатинский полигон, где проводились испытания ядерного оружия, внес Казахстан в число самых безопасных стран мира. А строительство новой столицы, города Нурсултан, который буквально стал визитной карточкой государства, многие по праву называют одним из главных успехов Казахстана. Наш Эльбасе, наш первый президент, Руслтан Абишиш Назарбаев, он сохранил нашу государственность Казахстана. И в этом государстве каждый народ, каждая этнос себя считает частицей этой земли. Ту дорогу, которую он перед нами поставил, тот путь, он очень правильный, очень удобный, очень хороший. Поэтому я очень доволен, что именно в этот исторический период наш Эльбасе, первый президент, Нурсултан Абишиш Назарбаев, возглавил государство. Это Всевышний не каждому народу дает, он именно дал благословенной казахской земле такого мудрого, дальневидного, умного лидера. Сегодня путь выбранной Эльбасы поддерживает и действующий президент Казахстана Касым Жумар Токаев. И работа в этом направлении будет продолжена. Вместе мы создадим счастливое будущее нашей страны, подчеркнула глава государства в ежегодном послании народу. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Первое декабря ознаменовалось еще одним радостным событием для жителей Алматинской области. 85 лет исполнилось великому казахскому актеру кино и театра Альмгазы Райнбекову, более известному как «Ангел в тюбетейке». День рождения юбиляра его пришло поздравить руководство города. Альмгазы Райнбеков с самого детства отличался объемным голосом и статной внешностью. А служив армии он устроился водителем в колхозе. О творческой карьере даже не думал. В те годы его больше интересовал спорт. Любовь к нему и привела его в кино. Во время республиканского спортивного конкурса по казах-кресе молодое дарование заметили сотрудники казах фильма. Он – живое воплощение казахского батыра Хаджимукана, подметили они. Его тут же утвердили на одной из главных ролей фильма «Крылья песни». Однако известность ему принесла другая известная картина «Ангел в тюбетейке». Я был молодым парнем в те годы. Я помню, как режиссеры говорили, что не заметить такого парня невозможно. Когда мне предложили роль, я не задумываясь согласился. Хоть, признаюсь, было тяжело. За всю жизнь я снялся больше, чем в 15 кинокартинах. В юбилее Альмгазы Райнбекова одним из первых его поздравил Акин Талдыкургана Халмжан Абдраимов. Городоначальник пожелал Аксакалу долгих лет жизни, отметив его большой вклад в искусство и подчеркнув, что Альмгазы остается для молодого поколения примером трудолюбия и мудрого отношения к жизни. Сегодня Альмгазы Райнбеков 85-летний пенсионер и почетный гражданин Алматинской области. Несмотря на почетный возраст, он все еще участвует в общественной жизни. Нередко ангел тюбетейки проводит встречи с молодежью. Он постоянный гость различных мероприятий. Мой священный долг приносить пользу обществу, пока позволяет здоровье, подытожил Альмгазы Ата. Дамир Анитов, Габид Кабдрахман, телеканал Житсу. В этом году в Коксусском районе по дорожной карте занятости проведены работы по 33 объектам. Из бюджета республики на это выделено 5,5 миллиардов тенге. В преддверии дня первого президента состоялось торжественное открытие сразу двух объектов. Местные жители встретили радостное событие настоящим праздником. На строительство новой амбулатории в сельском округе Айнабулах выделено свыше 150 миллионов тенге. Для местных жителей это повод для искренней радости. Раньше единственным медпунктом в округе было старое 86-летнее здание, в котором не было водопровода и канализации. Благодаря дорожной карте занятости свои двери распахнуло новое и современное медучреждение, которое пришлось по душе как местным жителям, так и медработникам. Главное богатство – это здоровье. Спасибо большое руководству района и области за постройку этой амбулатории, которая будет служить на благо здоровья нас и наших детей. В преддверии праздника первого президента сделан большой подарок жителям станции Айнабулах. Это дает, видите, доступность оказания медицинской помощи, шаговая доступность – это очень большой критерий, который необходим сейчас. Кроме того, улучшается качество оказания медицинской помощи. В каком плане? Дело в том, что вот это здание, оно оборудовано по последнему слову техники. Все, что необходимо для оказания медицинской помощи отдаленному сельскому пункту, все здесь есть. 10 миллионов тенге было затрачено на современное оснащение амбулатории. Это позволит обеспечить всеми необходимыми медицинскими услугами местное население. Теперь качество и доступность медуслуг в сельском округе значительно повысится. В округе проживают 1175 человек. Раньше здесь была только амбулатория постройки 1934 года. Теперь, к 9-му юбилею, со дня основания станции, по дорожной карте занятости у нас появилась новая. От имени всех жителей хочу поблагодарить руководство области. Еще одним поводом для радости в Коксузском районе стало открытие Дома культуры после капитального ремонта в селе Залихи Тамшибай. На реализацию проекта выделено более 500 миллионов тенге. После торжественной церемонии открытия жители увидели Дом культуры в совершенно новом облике. Капитальный ремонт Дома культуры в нашем селе Залихи Тамшибаевой стал настоящим праздником. Раньше система отопления не справляла задачи и в здании было прохладно. Теперь эта проблема устранена. Также установили новые электрооборудования, систему вентиляции и многое другое. Теплые, просторные и светлые помещения особенно радуют участников различных секций. В Доме культуры оборудованы спортзал, залы для борьбы, музыки, танцев и других занятий для досуга населения. Рустам Аралбаев, Ержан Дюсен, телеканал «ЖИЦУ». Сразу 50 семей получили жилье в Уштобе в день первого президента республики Каастан. Новоселье сегодня отметят многодетные и неполные семьи. Дети-сироты, пенсионеры, участники ВОВ, а также работники бюджетных организаций. В торжественном мероприятии Аким района поздравил новоселов и вручил ключи. Многодетная мать Алтнай со своим супругом воспитывают четверых детей, один из которых с инвалидностью. Свой заветный дом семья Ахмеченовых ожидала более 10 лет. Ежемесячные оплаты за арендное жилье обходились очень дорого, признаются они. Именно сегодня, в день первого президента, мечта о заветных квадратных метрах стала досягаемой. Чита Ахмеченовых получила от государства трехкомнатную жилплощадь. Спасибо огромное Акимату нашему, конечно, моей дочери. Благодаря ей мы получаем эту квартиру. Хочу, конечно, поздравить с праздником, день первого нашего президента. И всем удачи, всем спасибо огромное. По программе Нурлужер 30-квартирный арендный дом сдали в эксплуатацию также детям-сиротам и лицам, приравненным к инвалидам. 20 частных домов выделены специально для многодетных семей. Новостройки отличаются развитой инфраструктурой, удачным расположением и хорошими подъездными путями. Хочу поздравить новоселов с их новой жилплощадью, а также с днем нашего первого президента. Таких ярких событий в ближайшем будущем, надеюсь, будет много. В целом по Картальскому району насчитывается более тысячи жителей, ожидающих своей очереди на жилье. Сто из них в следующем году уже обзаведутся собственными квадратными метрами. Также, по словам Акима района, в 2021 году планируется постройка 30 и 40 квартирных домов. Руслан Нурмуханбетов, Мадиб Айбосынов, телеканал ЖИТСУ. У казахов есть поверье, если назвать новорожденного именем выдающейся личности, то ребенка будет ждать схожая судьба. В результате человек, взрослее и развиваясь, обретает все положительные черты своего тезки. Один из них – Нурсултан Алтынбеков из Талдыкургана, ровесник независимости страны. Нурсултан Алтынбеков появился на свет через два дня после избрания первого президента тогда еще Казахской ССР. Его родители сочли совпадение не случайным, решив, что судьба подарила им сына, рожденного для великих дел, и назвали ребенка в честь первого лидера страны – Нурсултан. В честь первого президента нашей республики, меня так назвала бабушка моя, я понимаю, что на мне возложена большая надежда, чтобы я работал, трудился во благо нашей страны. Сейчас я возглавляю рекламное агентство. В будущем планы добиться успеха, чтобы нас узнавали не только в Талдыкургане, в нашем городе, но и в других городах. Рекламная организация, которую более года возглавляет ровесник независимости страны, появилась в областном центре одной из первых и по сей день остается лидирующей. С приходом Нурсултана в агентстве произошли и другие знаковые события. К примеру, улицу, на которой она расположена, переименовали в честь первого президента – Нурсултана Назарбаева. Я в этой организации работаю уже второй год, и недавно, примерно год назад, у нас сменилось начальство. С приходом Нурсултана в Таллы наш коллектив стал еще сплоченнее. Сразу видно, что человек знает свое дело, и работать с ним приятно. Носить имя видного деятеля и быть ровесником независимости нашей Родины – для меня огромная честь, признается Нурсултан. В то же время, это большая ответственность, потому как от человека, нареченного именем выдающейся личности, ожидаются не менее великие свершения. По словам Нурсултана Алтунбекова, в его приоритетах – оправдать возложенную родителями надежду. Одина Смогулова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖПСО. День первого президента Казахстана ежегодно отмечается в первый день зимы. Нурсултан Назарбаев, как дальновидный лидер нации, еще в начале своего президентского пути обозначил образование одним из условий успешного развития современного казахстанского общества. Именно по его инициативе в 2008 году был запущен проект по созданию интеллектуальных школ. Нишка города Талткурган имеет десятилетнюю историю. За годы ее работы учебные заведения с успехом окончили более 600 учащихся. Накопленные и отточенные знания школьников соответствуют международному уровню. Это и объясняет востребованность нишевцев в высших учебных заведениях страны и даже за рубежом. Ну, разумеется, обучение не является легким процессом, потому что есть свои специфичные требования. У нас есть выпускники в топовых университетах мира, таких как MIT. Если говорить про Корею, то это Пусан, это Каист, это Сеул. Требования к нашим учителям также высокие, потому что необходимо в старшей школе уже преподавать на трех языках. Самое, что главное приветствуется в учителе, это его желание, возможность, мотивация к развитию, поскольку именно развитие мы закладываем как основным, основополагающим фактором успешного учителя. Людмила Гонахова – одна из соавторов программы «Ниш». По ее словам, система школы способствует получению не только теоретических знаний, но и практических. Всестороннее развитие получают здесь не только ученики, но и преподаватели. Так, например, Людмила Гонахова – учитель более чем с 25-летним стажем. До работы в «Ниш» преподавала в средних школах города. За 10 лет она в совершенстве овладела английским языком, свободно преподает на трех языках, пользуется IT-технологиями. Назарбаев интеллектуальная школа дает очень много возможностей для профессионального развития, для развития личной мотивации, потому что, работая здесь, я получила очень много возможностей посмотреть, какова система образования в других странах. Потому что за это время я побывала во многих странах и поняла, что наша система образования ничем не хуже зарубежных. Наша система позволяет акцентировать на самостоятельное добывание знаний, как учителями, так и учениками. Поэтому Назарбаев интеллектуальные школы дают возможность роста, как учителям, так и ученикам. К слову, сегодня в «Ниш» обучаются 873 человека из 145 преподавателей – 6 зарубежных специалистов. Габриэль Чан здесь работает пятый год. На своей родине в Бахрейне Габриэль также работал учителем в международных школах. Мой трудовой старший учителем 9 лет. До приезда в Каустан я работал в двух международных школах у себя на родине. Конечно, имея опыт, могу сравнить уровень образования в двух странах. Я бы сказал, что здесь созданы все необходимые условия. В некотором роде даже лучше, чем у нас. Все дети способные, активные, с огромным желанием развиваться. А это главное. Ниш – кузница интеллектуалов. В основу школы заложены лучшие мировые стандарты обучения подрастающего поколения. Три главных кита, на которых держатся принципы образования в ниш – это последовательность учебного процесса, четкое ведение цели и, самое главное, обучение практическим целям. К примеру, Анастасия Лагвиненко обучается в этой школе с самого открытия, с первого класса. Активистка сейчас уже победительница волонтерского общенационального проекта «Бергемстаза Алем». Также автор проекта «Приют надежды», направленная на кормление бездомных питомцев. Для нее ниш стала хорошим трамплином в личном росте. Учаясь в первых классах, я не особо задумывалась о том, что дает мне эта школа. Но по мере взросления я поняла, что главная вещь, которую дает наша школа – это возможности. То есть за все время обучения я участвовала в олимпийских резервах по географии, физике, английскому. Занималась скалолазанием, волейболом, плаванием, а также принимала участие во многих волонтерских проектах. И, то есть, попробовав вот это вот все, я смогла понять, что мне на самом деле интересно. И, как по мне, это главное преимущество нашей школы. И, вправду, дети здесь все одаренные. Несмотря на свой юный возраст, эти школьники создают проекты, которые заставляют удивляться и покоряют весь мир. За время существования нашей школы мы подготовили огромное количество самых разных проектов, которые принимали участие на различных конкурсах, олимпиадах, в том числе и международных. Хочу сказать, что мы достаточно много раз занимали призовые места. Так, к примеру, в Индии в 2016 году мы заняли гран-при на международной олимпиаде по робототехнике. Это был проект робота, который должен на орбите Земли уничтожить космический мусор. Данный проект делали ученики под моим руководством. Это были ученики 10-11 классов. Еще один из таких значимых проектов мы делали в прошлом году. Он тоже принимал участие на международной олимпиаде, где тоже победил. Это был проект робота-учителя. Это была полностью инновационная разработка, которой на данный момент нет в мире. Данную идею тоже придумали ученики 12 класса. Нельзя не отметить креативное мышление учеников. Ежегодно в рамках празднования Дня первого президента учащиеся организуют флешмоб домристов. Проходят тренинги и открытые уроки. А клуб Википедии и школы занимаются повышением уровня онлайн-знания и пополнением материалов на казахском языке в просторах интернета. Благодаря Викикэмп только за два года Википедия пополнилась на 2550 научных и литературных статей. Если раньше мы проводили интересные массовые мероприятия оффлайн, то сейчас мы перешли полностью в онлайн режим, но тем не менее мы продолжаем праздновать. В пользу случаем хочу поздравить всех с Днем первого президента, с первым декабря. И в заключение хотим напомнить, ежегодно проводится конкурсный отбор для желающих обучаться книж. В этом году он стартует уже завтра. И условие прохождения конкурса и соответствие требований обучения будет бесплатным. Панау Сембекова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талдукурган. Наследие предков, творчество молодежи. Дворец школьников представил пьесу по известной книге «Абай. Будущее Казахстана и мировая цивилизация», презентованной в столице Великобритании. Над сценарием трудился лауреат нескольких государственных премий президент Союза академиков Оразала Сабден. В качестве актерского состава выступили ученики школ города Талдукурган. В ходе проведенного кастинга из секции юных актеров выбирали лучших из лучших. Поставленная пьеса имеет сразу несколько целей. Раскрыть творческий потенциал молодого поколения и привить ему уважение к трудам и наследию предков. В особенности – гордости народа Великого Абая. В театральной постановке поднимались актуальные на сегодняшний день экономические, политические и другие темы. Молодежь секции юного актера во дворце школьников очень талантлива. Эта пьеса стала наглядным примером. Ребята очень много готовились, чтобы хорошо сыграть ее. Среди них и мой внук Абиль Мансур. Придя и посмотрев эту пьесу, я поняла, насколько это сложная работа и какие глубокие и вечные темы выносят на публику наши дети. В ходе пьесы актеры акцентировали внимание на самых актуальных проблемах мира и страны – загрязнение планеты, чрезмерная выработка недр Казахстана и многие другие животрепещущие темы. Мой внук тоже участвует в этой пьесе. Я благодарна руководству области за этот дворец школьников, где новое поколение может раскрыть свой всесторонний потенциал. Благодаря этой постановке дети не просто сами задумались о далеко идущих проблемах мира и страны, но и нас заставили обратить на это внимание. Автор проделал большую работу, написав книгу, по которой поставлена эта пьеса. Я рада, что наша молодежь может подчеркнуть для себя немного мудрости из такого колоритного источника. Режиссером глубокомысленной театральной постановки стал награжденный Орденом Парасад заслуженный деятель Республики Кендибай Тимарбаева. Под его мудрым руководством юный актерский состав раскрыл основную идею книги и свой творческий потенциал. Рустам Аралбаев, Жасуан Шенкенже, телеканал «Житсу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова